здравствуйте с вами снова александр и сегодня у меня будет для вас сравнительный обзор который многие люди просили сделать потому что тут реально стоит сравнить эти две коляски потому что наконец-то у пардон у коляски волка baby snap 4 тренд появился достойнейший конкурент от компании oyster модель называется zero отдельные обзоры на коляске у меня уже есть на канале я ссылки добавлю в описании там посмотрите сегодня мы будем сравнивать их лоб в лоб потому что oyster реально по многим параметрам составляет серьезную конкуренцию волка baby тренду это обе коляски идеально подходящий на круглый год для путешествий они полноразмерные коляски то бишь в ущерб вместительности для ребенка здесь в общем они вместительные коляски поэтому будем сегодня сравнивать и начнем сверху вниз вот ставим их вот таким образом чтобы вы наглядно могли видеть что это такое давайте сравнивать с козырьков начнем изучение не давайте с тканей ткани у них очень реально очень похоже прям по фактуре по всему они практически одинаковые единственное мне кажется может быть кто-то по-другому подумает но чуть-чуть жестче ткань у oyster но ее видно что он такая прочная очень ну и волка baby с этим конечно что же все в порядке но перейдем дальше давайте самое главное размер козырьков сравним вот сейчас у них даже наверное вот так вот вот сейчас у них такое штатное положение козырьков принципе и так большой козырек дальше здесь уже видели можно сделать вот так увеличиваем площадь можно пойти дальше раздвигаем увеличиваем еще козырек волка baby мало но только летом это можно будет делать если мало можно расстегнуть еще секцию и открываем четвертую секцию но здесь у нас уже не такая же ткань а москитка oyster тоже может спокойно это сделать вот смотрите они практически до конца коляски уже опускаются но здесь нет сеточки здесь цельный козырек у волка baby здесь нету смотрового кошечка для ребенка oyster есть вот скажем уже один балл сюда дальше козырьки короче говоря здесь классные на обеих колясках тут вообще без разговоров кстати они что здесь что здесь защита от ультрафиолета это тоже здорово поэтому в отпуск берите и не задумывайтесь так давайте дальше изучать будем что касается ручек что бампер что ручки здесь обиты эко кожей они обе коричневого цвета единственное у волка baby эко кожа чуть помягче тактильно чуть-чуть мягче и наверное из-за этого чуть-чуть приятнее ну и здесь тоже на смысле мягкая но здесь чуть-чуть мягче а так по качеству швов пошита все очень здорово сейчас будет плюс сторону один бал отдадим в волка baby потому что здесь есть возможность регулировки ручки у oyster zero нет такой возможности регулируется она не регулируется вот давайте сразу посмотрим на заднюю часть что у волка baby что у зеро есть здесь вот такие вот кармашки для всякой мелочевки это здорово регулируется спинки здесь в обеих колясочках на ремешках здесь вот уже опущено здесь когда мы поднимаем волка baby здесь сеточка и кстати вот эта сама накидочка здесь крепится к коляске липучкой не знаю я не сильно люблю липучки но в большинстве колясок так в oyster же здесь полноценные кнопки это на мой взгляд более качественное крепление получится она не слетит ничего и кнопки достаточно часто сделаны и она короче говоря ребенок даже захочет вылезти не вылезет но если мы поднимем подпителю такие тугие кнопочки вот здесь нету сеточки сеточки здесь нет здесь есть так что вот смотрите разницу идем дальше поднимаем обратно здесь тоже поднимаем обратно так давайте сразу посмотрим на багажнике сравни багажнике пока мы с этого ракурса смотрим багажнике приблизительно одинаковые в колясках по размеру они принципе ну я думаю сопоставимы но единственное у волка baby чуть выше чуть глубже короче говоря он получается сам багажник но я думаю по объему ну приблизительно они будут одинаковые у oyster что мне нравится здесь в начале багажника где ножки ребенка тут есть еще кармашек такой мини органайзер какую-то мелочевку положить чтобы она не терялась не падала не вываливалась так но с вниз мы еще туда вернемся давайте посмотрим на сами сиденья по размеру они в принципе по размеру на мой взгляд практически идентичные они широкие точные характеристики я добавлю в описании ссылки на в первую коляску там характеристиках вы посмотрите все в сантиметрах чтобы долго вам здесь есть не рассказывать но двух словах вместо хватит здесь что в одной коляске что в другой подножка есть у одной есть у другой давайте опущу сейчас сиденье мы посмотрим на спальное место на спальное место колясок принципе у обеих колясок место будет ребенку достаточно единственная валка baby может быть чуть чуть длиннее ну на мой взгляд тут его и так достаточно так как я говорил бампера здесь тоже обиты этой эко кожей здесь чуть-чуть мягче опять же что одной коляске что у другой есть возможность бампер откинуть как калиточку для удобной посадки ребенка очень здорово ну все стандартные ремни это все обычно сисит обычная тема она везде одинаковая пятиточечная система ремней так вот у и тут и тут подножка для ребенка все все здорово так давайте теперь посмотрим на рамы что из себя представляют рамы рамы у обеих колясок здесь металлические они очень легкие коляски волка baby весит 8 oyster zero весит 7 и 9 килограмм поэтому они для путешественников в том числе тоже подходят очень легкие коляски рамы тоже вот как продолжим программы качественные что у валка что у ойстера претензий к качеству у меня нет колеса кстати везде что здесь что здесь полиуретановые но у ойстера есть огромный жирный плюс в отличие от snap 4 тренда это наличие амортизации смотрите валка baby и и не спереди не сзади по сути нет у ойстера и спереди и сзади есть хорошая не просто амортизация для галочки а хорошая амортизация с очень большим ходом подвесочки поэтому ну круто поэтому бал сюда как говорится так теперь давайте посмотрим на тормоз тут будет преимущество на мой взгляд завалка baby потому что здесь сверху кнопка она же блокирует и на нее же сверху нажимаем она разблокирует на ойстер нужно нажать на тормоз он заблокируется то есть мы еще раз нажимаем он не разблокируется нужно ковырять обувью пачкают царапая мне это не очень нравится ну принципе вы особо и не поцарапайте конечно ну все таки вот так вот лучше так теперь быстренько сравним как они складываются чтобы сразу сложить валка baby snap здесь вверху кнопочки нажимаем и все давайте сразу в таком виде сейчас пока и положу рядом сразу же ойстер здесь кнопочка дергаем и вы видите уже первое отличие волка baby складывается внутрь ойстер складывается наружу здесь преимущество конечно у волка потому что не испачкайте вы ее куда-либо когда поклакала класть ее будете поэтому здесь тоже преимущество конечно небольшое но все-таки есть у волка baby кстати у волка baby есть еще такой ремешок чтобы транспортировать тоже удобно так что я вам еще не сказал разницу принципе все что хотел рассказать рассказал двух словах подытожим тут на самом деле очень сложно подытожить потому что обе коляски хорошие но тут каждый наверно найдет для себя плюсы что в одной что в другой коляске мое личное мнение для меня важен момент когда хорошая плавность хода у коляски ойстер в этом плане поинтереснее она здесь есть амортизация она полезная очень для наших реалий как говорится козырьки я думаю что любого устроит что одно что другой единственное если мама высокая папа низкий или наоборот семьи разные бывают в волка baby вы сможете как-то подрегулировать ручку здесь у ойстер сожалению нет такой возможности ну не знаю вот меня сто восемьдесят шесть сантиметров смотрите как она вам будет ну не знаю по идее должно нормально быть большинству людей по весу они приблизительно одинаковые по качеству изготовления одинаковые ткани что здесь что здесь хорошие а еще один плюс койстер он чуть подешевле тоже на эти момент немаловажный потому что можно сэкономить и получить не хуже коляску чем волка baby вот но волка baby больше места она длиннее имею в виду вот визуально не знаю тут наверное волка baby чуть-чуть что ли посимпатичнее опять же это вкусовщина тут короче говоря простыми языками простым языком каждый найдет для себя что-то хорошее теперь у вас есть хотя бы выбор а то раньше это было исключить навалка теперь у вас есть выбор а выбор это всегда хорошо вот принципе все что хотел рассказать рассказал если это видео вам было полезно интересно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал и в заключение большое спасибо первой коляске за то что предоставили на обзор эти две интересные модельки большое спасибо вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для вашего ребенка и для вас и удачи вам до свидания